Я сходила в салон Гуарови Тисян. Давайте вспомним, как выглядело лицо до контуринга. А, это с контрингом. Или вообще просто контринг убрать. А потом началась пожарная тревога. Что, бежим? Ах, все хорошо. Всем хай! Сегодня мы наконец-то вместе с Лианой поедем проверять салон красоты Гуарови Тисян. Боже мой, так много раз я слышала ваши просьбы проверить именно ее салон. И мы наконец-то, наконец-то доедем. Запомните мое лицо сейчас. Вот просто запомните, как я выгляжу без макияжа и что будет потом. Посмотрим отзывы. Складывается очень негативное впечатление, потому что люди, ну, просто крайне сильно недовольны. Рейтинг у салона примерно 3, что очень мало. Ну, посмотрим, как это все на самом деле будет. Ибо, конечно, если бы я шла как клиента и изначально читала отзывы, я бы туда никогда в жизни не пошла. Потому что на один хороший отзыв приходится целая куча плохих, причем, ну, достаточно гневных, я бы сказала. Вот, видите, все, одни плохие отзывы. Типа. Ну что ж, посмотрим, каков будет наш отзыв. Необычность этого ролика в том, что сегодня и у меня, и у Лисы супер мало времени. То есть на макияж будет у визажистов ровно полтора часа, иначе мы никуда не успеем. То есть если макияж не успеет сделать за полтора часа, мы просто пришли встать и уйти, потому что у нас потом геля. Ситуация аномалия. Я приехала раньше Лисы. Блин, такая все-таки красивая и безумная Москва. Сейчас вам покажу. Конечно же, салон Гуар находится в самом центре Москвы. В самом-самом центре. Центрея просто не бывает. И мы с вами идем по красивым и безумным местам. Это одно из моих любимых мест в Москве. Театральный проезд. Вот, красота. Собственно, все очень красиво. Идем прямо сейчас вот туда. Лиана, по идее, уже подъехала. Ждет. Но в центре, как всегда, без измерений красиво. Так, осталось понеснуть, куда нам идти. Делаешь макияж, и сразу платье можно купить. На свадьбу собираемся. Удивите, удобно. Какая красота. Здрасте. Да, все правильно. Макияж, как бы не девушкам. Да, все правильно. Все верим. Короче, вот мой макияж до. Ну как, его полное отсутствие, потропанное, ничего. Все такие красивые, без макияжа. Бесель. Все. Спасибо большое. Что касается самого салона, конечно, он безумно красивый. К нам прям, знаете, хорошо вышли, хорошо встретили сразу. Чай, кофе. Очень мило с нами пообщались. Предложили сесть. Чай, кофе, водичка. Ой, если можно, мне, пожалуйста, кофе и воды. Мне нужен чай, вода. Спасибо, огромное. А чай зеленый или черный? Черный, если есть, с лимоном. И вы понимаете, сам сюр в том, что, как бы, ну, наверное, первый салон, где настолько приятно тебя встретили, приятно проводили. И вообще ноль слов. Здрасте, здрасте. Так, без разницы. А ну, я пойду туда. Хорошо. У вас, конечно, все тут безумно красиво. Все как и в видео всех. Капельку будем? Капельку? Да, я не против. Капелька – это средство для отбеливания глаз, чтобы убрать все покраснения. Все хорошо. Да, 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 все отлично. А вы в Гуарда учились? Да. Ну, сначала нет, потом да. Я сейчас прохожу ее новый марафон, в Гуарбанг Спец 2. Ага, и как вам? Ой, ну, пока еще и трудно делать, потому что он же только вышел. Там только-только начали какие-то техники показывать, все равно херово урок по контрингу. Поэтому, даже, знаете, интересно, как вы у нее учились, только посмотрю, как это должно быть. Да, там много, это правда. А я, если честно, ну, я про Гуарда знала очень давно еще, когда, знаете, там, ну, наверное, она ребенком была, когда красила еще делать такие лютые перехолки. Но, о том, что она вообще выпускает какие-то бьюти-курсы, что она уже состоятельная виза жизни, я узнала как раз-таки из-за того, что был хоть другой бьюти-спец, и просто все блогеры это осуждали. А я такая подумала, ну, ничего, ну, надо тоже купить, посмотреть. Сегодня в качестве референса мы взяли вот такой вот интересный макияж. Какой у вас огромный широкий подоконник, я бы здесь жила, если честно. Мне очень классно. Да. После ремонта вообще идеально. До ремонта. Есть, на доходе. Так. Ой, сиреневый, прям как на фотографии. Красивый, да, прям? Да, красивый. Как прям очень красивый. И желтый, кстати, тоже красивый. Единственная проблема, которая есть, это то, что у нас всего полтора часа. Пеймем ли мы за полтора часа? Да, супер. Я мечусь между сделать что-то нежное и сделать что-то яркое, как красное. Сложно. Давайте. Давай, давай, давай. Ага. Ах. Ну, все хорошо. Рабочее место визажистов очень чистое, все реально подготовлено, кисточки идеальные, ни соринки, ничего, палитрочки, прям все вот как надо. А палитрочек, кстати, отстой, палитры, вот так надо говорить. Смотрите, основной мы цвет возьмем, я не знаю, какой. Основной цвет мы с вами возьмем, чуть светлее. Он будет такой. Красивый, мне нравится. Да, если он так же плотно ляжет, будет вообще супер. Да, конечно, смотрите. Даня, мы с вами возьмем вот такую стрелку сверху и сверху она будет. Да, да, да. Снизу у нас как бы будут вот такие как будто бы реснички, да? А сама стрелка будет черная. Восторг. Очень принесли вот такой кофе. Очень красиво. Начали с бровей. Начать с тона или начать с теней? Классическая история, когда тебе делают макияж. Ну, мне начали с бровей. Блин, там прикольно выглядит. И цвет мне очень нравится. Что мне хочется отметить сразу, в салоне очень дружелюбная атмосфера. Прям максимально. Это реально самый, наверное, френдли салон из всех, где я была. Я не знаю, может быть, у вас кто-то тоже там был согласитель со мной или нет, но мне вот реально очень понравилось там по настроению, по вайбу. Сейчас глазу, да? Это подложка. Ага. Я просто использую помазу. Тиль соль. Девушка, которая меня красила, мне безумно понравилась. Она была очень комфортная. Она постоянно спрашивала, все ли мне нормально. Когда я хотела говорить, она поддерживала со мной разговоры. Она не была навязчивая, она не была чрезмерно тихая. То есть, она была действительно мастером, с которым мне очень было классно провести это время. Я не знаю, что еще сказать. Кстати, как думаете, нам по времени сколько нужно будет? Ой, пока не знаю. Где-то 10, сейчас 20. А, ну, то есть не 2-3 часа? Не-не. Ой, час. Макс. Отлично. Конкретно на данный момент подвигиваю. Мне реально нравится абсолютно все. У меня ноль претензий. Я сижу, я кайфую, я радуюсь. Я не знаю, что сказать. Я не ожидала, что будет настолько хорошо. Но это сейчас. Косметики у моего визажиста было много. Она была хорошая. Многое было дорогое. Да, конечно, встречались и бюджетные какие-то средства. Но я считаю это абсолютно норм, если средство нормальное. Все. Прямо. Так. На сюда. Смотрим. Макияж, который мы выбрали, визуально кажется достаточно простым. Но это только визуально. Дело в том, что у меня все еще очень непростое веко. И это подтверждают абсолютно все визажисты. В том числе девушка тоже в дальнейшем это подтвердит. Надеюсь, это попадет на видео. Так вот. Я, человек, которая реально из-за этих визажистов была уверена в том, что мне никогда не пойдет никакая стрелка. И сейчас спокойно за 10 минут рисую себе совершенно сложные любые стрелки. Больше, типа, абсолютно не готова оправдывать визажистов под предлогом... Ну, блин, ну, у меня просто глаза сложные. Поэтому ничего. Ровненько, хорошо. Не знаю, как вам, но по мне, пока что все выглядит как будто даже хорошо. Из рубрики. Лучший комплимент своей жизни. У вас такой приятный холодный палец. Правда? Да. Как будто бы, знаете, как патчи, только живые. У меня по макияжам уже надежда только на ваш салон. Правда? Да. Почему? Не знаю. Плохо на этом? Много где делают очень плохо. А, ну, просто согласно. Да. Интересно, ну, смотря на то, что у вас своя техника по салону и так далее, вы не ругаете, что я вот снимаю что-то на телефон. А, нет. Хотя бы все... О, боже, вы укрыдете мои фишки. Да ладно, нет. Все люди красит по-разному. Да? Даже на генераторе макияжа будет смотреться по-разному. Поэтому, в принципе, Глара делится макияжем и показывает весь процесс. Ну, да, в марафонах и так далее. Да, конечно. У нее же есть вроде бесплатные марафоны, в том числе, да, на странице? Да, она же показывает. Кстати, вот этот вот момент, это прям миллион из миллиарда. Реально. Как бы вы ни красили, ну, это обращение, да, естественно, к ризажистам, которые работают в салонах и переживают. О, нет, не снимайте, пожалуйста, меня. Вы, да, украдите мою технику. Да невозможно украсть технику. Говорю как человек, который в этом шарит. Куча людей, которые повторяют мои макияжи. Не могут их повторить, хотя я показываю и рассказываю. Чуть ли там не про градус, да, под каким углом, а что-то там делаю. Я сама миллион раз повторяла макияжи, не знаю, того же самого Джеймс Чарльза, Никита Ториалс. У меня получается кусок дерьма, хотя они очень хорошо объясняют. Вот, поэтому, ну, типа, знаете, мне вот это было очень приятно услышать в куске, который снимала Лиана, что визажисты прекрасно понимают, что, как бы, да, если клиент хочет поснимать, ради бога, пусть снимает. Даже если он потом будет сидеть и тренироваться, нарисовать эти брови или эти губы, да нихрена у него не получится, потому что, ну, нет, к сожалению, это так не работает. Чтобы что-то повторить просто потому, что ты видишь, как человек красит, ну, нет, это так не работает. Но если кто-то будет со мной не согласен, давайте поддискутируем об этом с вами в комментариях. Вот так вот я навязчиво, ну, не навязчиво, я не знаю, забатила вас, возможно, на обсуждение. Но, кстати, обсуждение интересно. А вообще, насколько часто просто делать яркие макияжи или в основном за нюдом приходят? Ну, в основном, если честно, мало ярких макияжей, потому что некоторые не любят на себе яркий макияж, они больше любят нюд, больше любят классику, больше любят, ну, нет, конечно, любят там блестки какие-нибудь, да, что-то. А вот именно цвет, а цвет не особо, конечно. Не, ну, есть, конечно, клиенты просят, но не часто. Ну, вам вообще интересно, когда вот в основном нюд делать яркие макияжи или больше нюдовы любить? А мне, я люблю всякие макияжи. Ну, конечно, интересно, когда просят на яркие макияжи тоже. Скину на пальчики лису. Стрелки, правда, хорошо выглядит реально. Пока мне рисуют стрелки, я просто делаю небольшой спойлер. Я же реально купила курс Гуара за 90 тысяч рублей, ребята, и я не знаю, что сказать. На момент, когда я снимала все это видео, на курсе было очень мало уроков доступно. Ну, и сейчас их тоже немного, и я не понимаю, почему, потому что изначально, насколько я помню, я, может, сошла с ума. Ну, вроде как говорилось, что уроки будут ходить каждые три дня. По факту, ну, они могут выходить с огромным интервалом, типа, неделя. Я все же платила за это 90 тысяч. Как бы, можно, пожалуйста, урок новый, например? Еще получилось достаточно широко. Не думаю, что это плохо. Да, еще и реснички-то. Не-не-не, это то, что она получилась широкая, это ничего страшного. Типа, она выглядит даже прикольно. Да, рисую. Причем, как-то, я не так много практики мне понадобила, чтобы у меня получилось. Почти с первого раза получилось. Да-да. Наверное, это, ну, не самые лучшие стрелки в жизни, но в целом выглядит вообще отлично. Я заметила, да, что вы одноразовую щеточку пользуетесь. На меня больше всего нравится, когда визажисты берут одноразовую щеточку, обратно ее макают в тюбик с ушью. И я такая, а какой смысл от одноразовой щеточки тогда? Можно сказать, что мой макияж почти закончился. А вот теперь, внимание, момент. Как вы думаете, сколько будет стоить мой макияж? Просто ваше предложение, сколько он будет стоить? А потом началась пожарная тревога. Что, бежим? Это учебная тревога или нет? Что за пожарная? Через это. Блин. Я так ничего не поняла, был пожар или нет. Не было, потому что говорили, что происходит какое-то задымление. Пришел человек с пожарной, наверное, начался что-то смотреть. Восходность в помещении встали. Уборала в дыме. Умепительно паркинуть в помещение через пожарные биржи. Срезать фокусы, не связывать файл, а помогать друзьям. На этом моменте можно понять, что нам с Лианой делали вообще в разных стилях, в разных техниках макияж. Очень интересно посмотреть, у кого в итоге будет лучше. Какие ваши ставки? Вы сейчас посмотрите вот сюда. Смотрю. Видим? Да, да, да. Переход видите? Да, 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 я вижу. Да, красиво, вправо. А так вот завершит наш. Блин, я сейчас монтирую видео, и мне так нравится макияж Лианы. Я просто умираю. Так красиво. Очень красиво. А мы будем еще под вот этой стрелочкой рисовать еще плотную, обычную или нет уже? Куда? А, ну вот, сейчас покажу. Как вы поняли, они рисуют дополнительную стрелочку, как просила Лиана. Нижнее вето мы проработаем после тона, да? Да. Ну да, так мы в воду сделаем, конечно. Как было число. Пожар. Пожар. Которого нет. Пожар. Так, у нас получаются еще нижние реснички, и потом мы делаем дом, или сначала сделаем, что она потом нижняя, и что думаешь? Я подняла, а потом вниз. Обозначенный в соответствующий табличке. Внимание! В помещении зданий придашло завернение. В другом бассейне заметительно партимых помещений в честь пожарной выпаде. Обозначенный в соответствующий табличке. Внимание! В данный момент в миске отключились. Если честно, я не поняла, что произошло с моими глазами, почему у меня ведь такое, как будто я рыдала, я не плакала. В тот день я не плакала, поверьте мне, я не буду вам врать. Но я не понимаю, видимо, из-за того, что меня как-то странно наклеили ресницы, у меня такое лицо стало грустное, и я, честно, даже не поняла, в какой момент это случилось. Интересно, что вы пользуетесь сухим спонжиком. Он не сухой. Не сухой, влажный, да? Угу. А спонжер должен быть полувлажный. Полувлажный. Он не должен быть когда-то мокром, потому что вода с косметикой. С косметикой. С косметикой. Да, точно. И получается, она как бы не держится. А я обычно вот так мочу сильно. Не, не, он прям очень промотан. Он спонг, конечно, он влажный. Прям слегка. Угу. 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 Не, ну с контурингом, я думаю, вы со мной все согласитесь, что, конечно, все очень странно. Угу. Так, делаем контуринг. Угу. 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 Сколько, говорите, думаете, макияж стоит? Вы делаете и влажный, и сухой, да? Да. Угу. Хорошо. Учего требовалось здесь. Угу. И сухой. Угу. Хорошо. Тяжелый, драматичный вдох. А мы нос еще доделаем? Да. То есть он как будто сейчас шире кажется. Шире? Угу. Что вы прям еще меньше хотите? А, ну, или вообще просто контуринг убрать, вот эти вот ценные полоски, потому что они что-то как-то реально делают его очень большой, он прям супер разделяется даже, я вот сейчас смотрю, меньше видно макияж глаз, но все на себя забрал. Давайте вспомним, как выглядело лицо до контуринга. А, это с контурингом. Так что, или давай уже, да, сделаем. Или просто у нас все замажем. Ага. А вы давно вообще уже в визаже? Так. И январь, в январе было два года. Ага. Ого, то есть уже почти три. Я не знаю, что сказать, поэтому скажите вы, ну, вот. Я думаю, сейчас тебе скажете, мы лет, там, семь. Нет. Угу. А это тоже Гуар, да? Или это? Ага. Я, кстати, ее не пробовала. Она прикольная. Так, что ж, посмотрим. На самом деле, срочные ресницы, да и песни, в лоббину. А, это знаете, если ты сам своей же пользуешься, ты берем, зарисовываешь, ты берешь по-нас. А что на таком мейке? У меня есть просто с вами. Я не могу отметить такой плюс, как то, что используется все одноразовое. Если возможно что-то одноразовое использовать, это используется. Любая помада, любой карандашик сначала был насыпан на специальную штучку, на палитру, и только потом уже переносился на клиента. Это круто. А потом мне нарисовали губы. Можно выйти? Ой, я сейчас прохожу этот весь курс. Что хочу отметить из плюсов. Все то, что рассказывает Гуара о ее фаворитах в косметике, я нашла на столе у моего визажиста. И это реально очень круто. То есть, они действительно пользуются тем, что она им показывает, потому что это, правда, классные продукты. Для меня, например, вот этот карандаш просто... Я офигела от него. А что за карандаш? Даже непонятно, что так это сильно выйдено за контур. А, это попа, но она в четыре любви. Блин, она когда же, видишь, еще раз идеально сделала. Мне за контур почти на сантиметр вышли. Тут вообще этого незаметно. Шугар, да, может. Угу. Ну, слушай, реально просто... Это немножко больше там. Оно прям очень незаметно. Да, да, да. А можно, пожалуйста, сейчас это себе... О, зубы тебе накрасила бонусом. Переживу. Я вообще не фанат увеличивать губы макияжем. Мне это не нравится. Но, черт, как круто выглядит вот в этой вот технике. Я не знаю, нет слов, даже захотела себе так сделать. Ну, губы реально, как будто у меня после инъекции я угораю. Это так прикольно. Не, однажды я тестировала целую кучу лайфхаку, как увеличиваяся губы. И клей сюда мазала, как бы и перчиком. Есть там хорошие результаты уже, но это выглядит просто лучше всего. Девно лучше, чем клея. То есть, ровно клеивается. Да, он клеивается, да. Ужас. Станет ли для кого-то откровением, что мне опять закончили делать макияж? Раньше или? И так все было очевидно. Я к вам. Привет, давай. Я нет. Я тебя переведу потом. А, да, конечно. Карты. Все, ага. Все, пошла. Стереть мне. Давайте оценим результат. Тут поинт все в том, что, как я уже говорила мастеру, я сейчас прохожу обучение на курсе Гуар. Поэтому я ожидала всего, что вот здесь вот я вижу. Поэтому я даже, ну, типа, не знаю, я не могу сделать какой-то вывод или что-то прокомментировать, что, типа, мне нравится, не нравится. Потому что я прохожу сейчас это обучение. И в этом обучении все рассказывают буквально так, как мне сделала мастер. Поэтому, ну, ты знаешь, куда ты идешь. Поэтому, когда ты приходишь, не знаю, в Старбакс, ты ожидаешь кофе с определенным вкусом, а не то, что сделать крафтовый капаучинь по какой-нибудь. Единственное, что было забавно, она, когда начала рисовать мне губы, она не спросила меня, типа, вы хотите пухлее или нет? Просто по умолчанию пухлые губы равно красиво. И она еще пошутила, что я буду кричать, перекрикивать эту музыку. Она еще пошутила, что 2-3 миллиметра в подарок. Вот. И это необычно, что просто по умолчанию пухлые губы красиво. Хотя, понимаешь, это специфика макияжа и в их салоне. Честно, вот как вы думаете, сколько стоит этот макияж? Вот все правильно, как вы думаете, сколько стоит сей мэкап? Да. Что? Мне показалось, ты отрываешь ресницы. Вы же не пугай меня так. Я думаю, не пугай себя. А подсчитай, тебе наклеили нижние? Нет. Тебе не стали? Нет, нет, нет. Отметела? Я нет, я хотела просто снять видео. Как обычно. Я когда, конечно, мы пошли на кассу, и мне такие 12 тысяч рублей, я что-то офигела. Ну, типа, ладно. Но мне кажется, это реально очень дорого. Проблема с макияжем у меня лично, она в том, что у меня достаточно сфичные черты лица. Да, и очень редко, когда люди понимают, как их нужно делать. Мне всегда делают по канону вот этот вот контуринг, который сюда, румяна, который сюда. Это мы стемняем, это мы посветляем. Поэтому я, типа, с ней резать, я уже просто смирилась, привыкла. Поэтому я просто живу. Ну да, у тебя лицо подходит по тому, чтобы нарисовать тебе как стандартный цивильный макияж идеально. И тебе, я знаю, что тебе не нравится, когда ты говорят, но тебе так делают. Вот поэтому они делают мне абсолютно по канону все, как должно быть, и получается все, и получается. Ну, в общем, единственный момент, который у меня была так, конечно, к моему мастеру, это мой нос. Потому что, когда она, конечно, рисовала мне это, мне это не понравилось, я просила исправить. Она... Можно прости, перебью на секунду. Я просто сидела, смотрела, смотрю на лису, и я вижу лису с вот такими чертами лица. Это все контуринг, вот такой очерченный нос, обязательно хайлайтер на пимпочке носа. Я не знаю, тебе его стерли, потому что я увидела... Я увидела, она стерла вот так вот. А, я увидела в отражении зеркала, вот эту вот светящуюся пимпочку, которую ты больше себе не делаешь. Я такая... Ну, короче, конечный результат выглядит так. Напишите, как вы думаете, стоит ли это или не стоит. Очень дорогой маникюр, и я такая, господи, неужели я сейчас 20 тысяч, 30 тысяч зарядить? Я такая, уже просто в ужасе, думаю, охренеть. У меня был мастер, который вообще там залюбил ее косяки крылом, а там меня.